По переписи 2020 года численность юкагеров составляет 1813 человек. В том числе в Якутии проживает 1518 человек, на Чукотке – 152, в Магаданской области – 169. Сильное снижение наблюдается на Чукотке и отрицательная тенденция в Магаданской области. Юкагиры вошли в число наиболее урбанизированных коренных малочисленных народов Севера. Рост численности произошел за счет города Якутска, Чешского, Зарянки, Депутатского и Чикурдаха. 10 и 11 августа в городе Якутске прошел седьмой съезд чукагирского народа. На форуме, который проходил в столице Якутии, в течение трех дней собрались 46 делегатов из Устьянского, Аллаиховского, Нижнеколымского, Среднеколымского и Верхнеколымского районов. В режиме видеоконференц-связи в съезде приняли участие представители Чукотки и Магадана. Проведение данного высокого форума является значительным событием в общественно-политической жизни одного из самых малочисленных этносов России. На съезде были обсуждены вопросы социально-экономического и культурного положения народа, были определены пути дальнейшего его развития, состоялись выборы руководящего состава Ассоциаций Юкагиров и Совета Старейшин. В рамках съезда прошли круглые столы по вопросам традиционных отраслей Севера, развития оленеводства, рыболовства, по вопросам образования и культуры, выставка декоративно-прикладного искусства и мастер-класс по национальной юкагирской одежде. Для участия в культурной программе специально приехали ансамбли и самодеятельные артисты из мест компактного проживания юкагиров – сел Нелемное и Андрюшкино. Ежегодный традиционный республиканский праздник юкагирского народа «Шахаджиба» собрал всех делегатов и гостей съезда 12 августа в местности Исхатын. Пленарное заседание открытия съезда юкагирского народа прошло в овальном зале Дома правительства номер 2. После регистрации делегатов участников приветствовали на родном юкагирском языке старейшины народа. Космагирского народа «Шахаджиба» «Шахаджиба» В своем выступлении на открытии съезда заместитель председателя правительства Якутии Михаил Никифоров представила информацию о том, что в рамках государственной программы «Укрепление общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов» предусмотрена подпрограмма «Поддержка коренных малочисленных народов Севера Республики Саха Якутия». В рамках этого документа в Якутии представлены субсидии в размере 158 миллионов рублей на реализацию 333 проектов некоммерческих организаций малочисленных народов. Сегодня я бы хотел еще раз отметить, что делегаты съезда 7-го съезда обсудят на данной площадке все те проблемные вопросы, которые сегодня есть. И надеюсь, что эта площадка станет эффективной для обсуждения вопросов и выработки своевременных решений. Я очень надеюсь на благотворное сотрудничество Ассоциации Югарьевского народа и совместно с Ассоциацией коренных малочисленных народов Республики Саха Якутия на дальнейший платформ сотрудничество с правительством Республики Саха Якутия и надеемся, что данная работа у нас будет продолжена и, надеюсь, еще более эффективнее, чем мы работаем. Большое спасибо за внимание. Желаю всего успеха. Тему продолжил министр по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха Якутия Владимир Черноградский. У нас есть еще проект «Супровизация языкового культурного наследия малочисленных народов». Так, он произведен как один из приоритетов в филе председательства Российской Федерации в Арктическом Совете. Следующий проект – это комплексный проект «Третья арки», который реализуется 2017 года в раках рабочей группы по устойчивому развитию в Арктическом Совете. На сегодняшний день в федеральном бюджете предусмотрены средства на мероприятие по оздоровлению отдыха детей Арктического Союза России в Арктическом Совете, проект «Третья арка». То есть этот проект стал федеральным из прошлого года. Отдыхами и оздоровлением в прошлом году оплачено 350 детей с полной оплатой проезда с районного центра до места отдыха и обратно, и оплатой стоимости путевки. Осознавая значимость съезда в общественно-политическое жизни республики, я урожаю огромную признательность и благодарность за преданность своему делу, пропаганду культуры и традиции бюджетского народа. Желаю всем конструктивного диалога, незабываемых встреч и достижений в благо развития нашей республики. Спасибо. С приветствием выступил старейшина Гаврил Николаевич Курилов Улуруадо. Он рассказал об отличиях между тундринами и лесными юкагирами. По словам старейшины, необходимо найти финансирование республиканского закона о суктуле юкагирского народа, который наделяет юкагирские населенные пункты статусом почти аналогичным национальным районам, имеющимся в Якутии. Тогда многие вопросы могли бы решаться на местах. Улуруадо предложил усилить проводимую работу по сохранению родных языков адулов и вадулов, то есть лесных и тундринных юкагиров. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Гаврила Николаевича Курилова в сохранении и развитии юкагирского языка, его вклад в юкагирскую литературу, поприветствовал делегатов и участников съезда, отметил высокий уровень его проведения и выразил надежду, что все чаяния и предложения делегатов воплотятся в жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Председатель Ассоциации юкагиров Якутии Валерий Синтиков выступил с отчетным докладом, в котором проинформировал собравшихся о проводимой организации работе за предыдущие четыре года. Дима Торзок Ассоциации юкагиров непосредственно принимают участие в мероприятиях Ассоциации коренных малочистых народов Севера Республики Саха Якутии, активно взаимодействуем с Ассоциацией коренных малочистых народов Севера Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. На продвижении всего периода Ассоциация юкагиров участвовала во многих расширенных заседаниях, общественных слушаниях, государственных собраний и УТМ, правительства Республики Саха Якутия, общественной палатой, постоянного представительства Республики Саха Якутия при президенте Российской Федерации в городе Москва, а также парламентских слушаниях, расширенных заседаниях рабочих групп, комитета федерального собрания Государственной Думы Российской Федерации по вопросам социального и экономического развития. коренных малочисленных народов Севера и Арктической зоны России. В нашей организации непрерывно ведется работа с министерствами и ведомствами по вопросу реализации резолюции 6-го съезда югуберсского народа. Я хотел всех поблагодарить, кто активно принимал участие за эти 5 лет. Многое, конечно, и не сделано было, но тем не менее наша ассоциация очень активно работает и все на низкий поклон. Спасибо за внимание. Обширный аналитический доклад предоставил председатель Совета Старейшин югуберского народа Вячеслав Шадрин. Им была озвучена информация по образованию на югуберском языке. Так, по словам старейшина, хотя в последнее время выпускается большое количество учебных материалов на югуберском языке, ведется преподавание в учебных заведениях югуберских национальных суктулов, ситуация очень серьезная. Большинство носителей родных языков, адулов и вадулов – представители старшего поколения. И именно сейчас, по словам Вячеслава Ивановича, необходимо собрать у них материал для будущих поколений. Большое внимание старейшин уделил финансированию суктулов в рамках республиканского закона. Закон наделяет населенные пункты большими полномочиями самоуправления, однако не финансируется должным образом. И здесь надо вести работу на всех уровнях. Еще одним острым вопросом является работа общиню кагиров и территорий традиционного природопользования. Основные документы государства и республики, конституции российских и конституции республики Саха-Якутия на наш югуберских языках до сих пор нет. Может быть, нам стоит все-таки посмотреть, Гаврил Николаевич, может быть, в следующем, в общем, вот в этот новый период все-таки предусмотреть средства в рамках этой государственной целевой программы, чтобы вот основные документы государства и республики были переведены на родные языки народов Севера, чтобы эти документы все-таки стали действительно важнейшими, они были опубликованы на этих языках. Это один момент. И второй. Именно Юкагиры являются первопроходцами внедрения новых технологий. Именно мы стали первыми, которые стали внедрять дистанционное образование. У нас здесь находится учитель Анна Николаевна Татаева, которая дистанционно проводит занятия в школе Арктика, проживая в городе Якутик, а школа Арктика у нас находится в Нерингре. И это было еще до ковида, задолго до ковида. С 2003 года мы стали выпускать первые электронные пособия в республике и на дисках, CD-дисках, которые стали выходить. Достаточно сказать, что после нас только следующие электронные пособия вышли только в 2007 году. Вот электронный сайт Arctic Megapedia.ru, самые разработанные положения, это именно связано с Юкагирами. На сегодняшний момент у нас создано более 50 пособий электронных, созданы различные интерактивные пособия на юкагирском языке. 10 мультфильмов за последние 3 года сделаны на родном языке. Я ставлю задачу на следующий наш период, все-таки необходимо поставить уже, наверное, вопрос о разработке системы «Умный дом» на юкагирском языке. Знаете почему? Это, наверное, вызов на вопрос урбанизации. Чтобы люди, которые у нас проживают в городе, могли установить эту систему и, заходя в город, разговаривать на своем родном языке, даже пускай с машиной, но которая бы могла реагировать на голос человека, отвечать ему, таким образом создавать искусственную языковую среду. И я думаю, мы будем, наверное, взаимодействовать с Северо-Восточным федеральным университетом, с Институтом гуманитарного исследования проблем малочисленных народов Севера, чтобы такую систему создать и чтобы мы были опять первопроходцами в этом направлении, чтобы в будущем, скажем, мы могли сказать, что юкагиры опять создали что-то новое, благодаря которому язык продолжает существовать и развиваться. И в завершение, уважаемые друзья, у нас юкагиры проживают в пяти районах нашей республики. Это Устьянский, Аллаевовский, Среднеколымский и два основных района проживания, Нижнеколымский и Вернеколымский районы. К сожалению, до сих пор взаимодействие этих районов между собой очень слабое. Практически единственное совместное мероприятие, вот мы проводим только в городе Якутске, а массово сучастие вот только лишь во время съездов. Я предлагаю все-таки нам подумать, запланировать какие-то мероприятия. Возможно, прямо в Устьянском урлусе, в Аллаевовском урлусе, в Среднеколымском районе. Для того, чтобы прямо с выездом наших делегаций и проведение специальных дней, например, юкагирского языка и культуры в этих районах. Для того, чтобы поддержать самосознание наших сородичей в данных районах. Я понимаю, что это требует финансирования. Нам надо использовать широко возможности грантовой системы. Потому что, к сожалению, данные переписи показывают, что численность юкагиров в этих местах у нас застыла и очень находится в неопределенном положении. И нам очень важно все-таки поддержать наши сородичи в этих местах для того, чтобы они и там также продолжали активно жить, активно развиваться и активно работать. Первый день работы съезда в Национальной библиотеке Якутии состоялась презентация художественной книги юкагирской писательницы Ладьины Куриловой «Волшебные сны. Легенды о древних душах. Нунни». Книгу с современными иллюстрациями выпустило издательство Яр. Она была включена в список социально значимой литературы республики. В сказочном мире юкагирской писательницы читатель вместе с главными героями отправится в таинственный мир духов и шаманов древнего северного народа. Перед отважными юными героями приоткроется завеса знаний про древние верования Нунни, переселение души и бессмертие хороших людей. В этом им помогают волшебные силы, дух и природа, хранители и веселые амулеты, которые оберегают их от темных сил. В вихре событий ребята начинают понимать значение добра и зла, отражение плохих и хороших поступков в их последующей жизни. Получается, я все то, что там описывала, я переосмысливала из своей жизни, из своих наблюдений за людьми, и вообще, ну, как бы, свой взгляд в злое мировозрения передавала. И постепенно повествование перешло к тому, что я начала раскрывать там верование Нунни и бессмертие души слепых людей. И это получилось... Ну, как-то само так пришло, что я ушла в это русло первого религиозных представлений. И я думала, что эта книга, оказывается, была об этом. То есть, начинала я просто как детскую книгу «Герои были мои дети», а в итоге я ушла в духовную культуру и как мира. В историческом зале Национальной библиотеки состоялся круглый стол, посвященный сохранению юкагирского языка. Прозвучало много докладов учителей и воспитателей детских садов с преподаванием юкагирского языка, работников Министерства образования Республики, Института языков, работников науки. Прозвучали данные о состоянии юкагирского языка, о носителях тундриного и лесного диалектов, новых книгах, переводах, цифровизации источников в состоявшихся и новых проектах. У нас идёт работа над созданием учебников после УМКАПа для начальной школы, который соответствует всем требованиям ФГОС. У нас вышел учебник для пятого класса «Вадун-Ару». Я автор, со мной работали Анна Николаевна Татаева и Наталья Васильевна Ситникова, за что им большое спасибо. Учебник очень красочный. Для подборки материала нам большую помощь оказал Тречко Василий Николаевич. Это всё вот тут написано. Красочные рисунки. Все правила написаны на юкагирском тундрином языке. Задания интересные. По рисункам составляют рассказы. Например, я могу рассказать. Вот игра ЮРЛ. Ремен Памхата ЮРЛ. Здесь дети читают и играют. После обеда в Министерстве сельского хозяйства Республики Саха-Якутия прошёл круглый стол о развитии традиционных отраслей, на котором состоялся диалог между представителями общин и ведомств по вопросам оленеводства, охотничьего промысла, рыболовства, территории традиционного природопользования, экологии. 11 августа на круглом столе жизнеобеспечения суктулов делегаты и участники съезда обсудили с представителями ведомств и министерств вопроса авиа и автотранспорта, ЖКХ, энергетики, торговли и логистики, социальной защиты, здравоохранения, строительства, жилья для жителей Крайнего Севера. Были затронуты самые важные наболевшие вопросы и проблемы. Практика прямого общения с курирующими ведомствами показала свою актуальность. Колымчане обсудили сложнейшие вопросы и поставили перед своей ассоциацией задачи на ближайшие четыре года. Круг вопросов очень обширный. Это начиная от развития инфраструктуры, строительства новых социальных объектов, жилья, в том числе служебного жилья, муниципального. Также ставились вопросы, связанные со здравоохранением, обеспечением лекарствами, выездных бригад, которые сегодня ведут работу в наших труднодоступных населенных пунктах. Много говорилось о деятельности общин коренных малочисленных народов Севера и необходимости их экономического развития. Поэтому необходима инфраструктура в Арктике. Мы говорили о строительстве торгово-логистических центров, которые призваны стать не только местами хранения продуктов, продажи продуктов, но также в обратную загрузку местами закупа местной продукции. То есть это развитие местной экономики. Волновали вопросы безопасности. Это и пожарная безопасность населенных пунктов, это и доступность транспортная, это субсидированные билеты и так далее, и так далее. То есть вопросов очень много, и мы сегодня будем продолжать нашу работу по систематизации этих предложений и проблемных вопросов, и включению этих вопросов в итоговую резолюцию съезда. Сегодня пленарное заседание, съезд завершается, и мы надеемся, что все вопросы, поставленные делегатами и участниками съезда, непременно найдут свое решение. На итоговом пленарном заседании седьмого съезда юкагирского народа были сделаны отчеты круглых столов, обсуждалось принятие резолюции, состоялись выборы правления Ассоциаций юкагиров Республики Саха и Якутия и Совета старейшин юкагирского народа. Ассоциация очень много сделала, и что радостно, то что наша ассоциация юкагиров, юкагирского народа, мы идем как лидеры. Очень много литературы издано, появились молодые у нас юкагиры, и художники, и поэты, и наш родной язык, конечно же, максимально не забывается. Все делегаты согласились с проектом резолюции с условием ее доработки редакционной комиссии. Следующий съезд решено провести в селе Нелемное Верхнеколымского района. В качестве альтернативы некоторыми делегатами было предложено село Казачье Усианского района. И хотя Гаврил Николаевич Курилов у Лурадо поддержал эту идею, чтобы пробудить там юкагирское самосознание, большинство делегатов все-таки проголосовало за родину Тэкки Адулока. Работу предыдущего руководства Ассоциаций юкагиров Якутия оценили удовлетворительно. Новый состав правления из девяти человек и Совет Старейшин из одиннадцати человек были утверждены делегатами. Новым председателем избран Андрей Казаев. Надо работать, работать надо. Ну как работать? Вместе только, только вместе. Один человек, допустим, ассоциация нескольких человек работает, там все, сначала, здесь с ним где-то там трудно им, да, ну, поэтому надо активнее подключать молодежь, если села молодежи, сейчас очень активная молодежь у нас пошла. Но опять же надо привлекать молодежь из мест проживания, из севера наших вот, из Нижней Колымы, Костеянских в том числе, потому что у нас, как бы, говорят, вот, всегда упоминают в основном два села, только Андрюшкино и Мельмин. Ну, это, конечно, справедливо, но все равно у нас тоже население Кагирское растет, поэтому надо учитывать другие регионы проживания Кагира, в том числе и которые проживают в городской черте, в городах, в поселках городского типа. Надо отметить возросшую общественную активность молодых людей, их стремление улучшить социально-экономическое, культурное положение своего народа. Молодежь активно вовлекается в работу и это вселяет большие надежды на то, что и в будущем ярко будут гореть юкагирские костры и звучать уникальные лондол и лахагунайла. Дети и взрослые будут разговаривать на своем родном юкагирском языке. Ильисима. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова